ребят всем привет с вами мастерская моторс наступает холода и пришло время отапливать мастерскую дело в том что то печь которая до этого стояла в моей мастерской елизаветки она переехала во вторую мастерскую на кирпичном гараж вот здесь ну я топился газом сейчас во первых заправлять газ не горе особым желанием это лишние траты дров много поэтому будем отапливаться дровами да я друг гораздо гораздо теплее вот в общем я решил сварить получается вторую такую же печь только уже ну как бы чуть более продуманную вот взял за основу также 50 литровый газовый баллон старый прорезал уже получается дверцу под дрова и также прорезал под золинг она же поддувало получается окошком вырезал сверху вот такое-то отверстие здесь будет у нас дымоход хотя по сути дела дымоход можно сделать даже сбоку кому как удобнее мне в принципе она особой роли не играет поэтому я буду делать его сверху взял вот такую трубу у меня валялась то есть мы делаем принципе из говна и палок то что есть дома у каждого зачастую тот металлолом который есть у каждого вот примерно я отметил вот такие вот окна их три штуки сейчас я буду прорезать плюс одно отверстие вот здесь это но уже было как бы это с какого-то отопления трубы вот то бишь это будет у нас дымоход это будет нижняя часть она будет находиться самой печки сейчас я вам примерно продемонстрирую вставляться примерно вот она зашла и будет обваливаться вариться обваливаться все это делом то есть чтобы идут на грубо говоря сверху чтобы меньше выходила лишнего тепла уходила в трубу также где-то но чуть выше наверное будет пропил делаться не сильно большой пропил рассчитаем как оно там будет и будет делаться шибер шибер не поворотная часть а именно засунул вытащил он будет делаться узенький прямоугольный по краям соответственно останется место с одной с другой стороны чтобы дым проходил то есть он полностью не будет перекрывать он будет только перекрывать в этой части и там сзади упираться будет закруглена часть а пока в любом случае он как бы и всего полностью закрыть то ну не режим тления будет но будет потихонечку гореть не так как там дрова быстро прогорали вот так же планируется и и как эту печь использовать на отработке смесь отработки с отработанным растворителем вот так что друзья вот как то так сейчас будем пилить вот эту потом буду потихоньку варить и по мере уже готовности я буду вам записывать видео что я проделал как почему из чего так ну вот ребят в общем была у меня одна халявная петля для калитки для ворот я ее решил использовать как раз в данной буржуйки и сделать дверцу на ее основе чтобы закрывалась то есть все четенько петлю нам не пришлось покупать далее завтра я еще найду получается на поддувала от старых окон там форточек деревянных где-то у меня есть петли плюс шпингалеты поставлю чтобы все это закрывалась и топка и поддувала он же зольник далее я уже прорезал получается вот так вот три отверстия в трубе и сейчас я буду варивать прямоход эту трубу вот чуть-чуть утоплю и буду варивать ее получается отверстия повторю для чего я сделал чтобы пламя прямо в трубу не вылетала а нагревала низ трубы выделялась тепло рассеивалась ну и как бы чтоб пламя в трубу просто не вылетал здесь тоже отверстие было но и останется и три вот таких отверстия плюс как я уже говорил будет еще шибер чтобы нам по максимуму сохранять тепло в мастерской она давала обратно смотрите при желании можно из такой печи сделать даже принципе котел варить либо какой-то контур либо еще взять один такой же баллон отрезать вот так вот часть но чуть меньше до сварить из двух вот этих частей бак здесь где будет труба получается она будет проходить полностью через водяную рубашку водяная рубашка это будет вода будет нагреваться сильнее за счет того что труба во первых греется во вторых будет греться вот этот вот вниз который ну переворачиваете дал так обрезайте переворачиваете вторая часть такая же наваривать сверху это в дальнейшем я буду отдельное видео снимать как я переделал такую печь под котел вот я но будет отлично нагреваться от него можно кинуть батареи там можно автомобильные радиаторы по мастерской по гаражу раскидать то есть обогреть всю мастерскую вот друзья как то так на сегодня мне останется только приварить вот эту трубу и наверное все уже темно холодно все остальное я уже продолжу завтра здесь также придется сварить колосники колосники скорее всего будут из арматуры плюс какая-то сетка сверху то есть все банально просто так что как то так на этом пока все ребят вот